Хочу показать семейную идиллию. И раз, я сыночка, я себе снимаю тут. Знаете, что сама больше поражает, что никогда дети не отталкивают от себя самого младшенького. Хотя вот он может ломать. Они просто завлекают его, они стали очень мудрыми. Садят его в сторонки. Старшая, если вот их нога играет, он там ломает какую-то халабутку. Сейчас он поломать не может. И то, смотрите, вот младший сын, ему 4 года, додумался. Набросать ему конструктора, чтобы он занял себя. А сам себе делает быстренько дорогу. И при этом никто ни на кого не обижается, не ссорится. И вот мы вообще не учили их это. Мы просто начали подмечать, что когда наш сынуля, самый младенький, начал уже выходить в люди, так сказать, возить по полу, а старшие дети играются конструктором, они всегда находят к нему подход. То ли они его направят в другую сторону, завлекают, там что-то дадут ему импульсацию. Ну вот я покажу еще тоже далее, как это будет происходить, когда все месяцы не засеяются, хоть в четвери, в четвери месяцев. Ну вот пока что ему удается справляться со всем этим, без обид, без ссор, без конкурентов. Вот, ну вот так. Нравится мне материческому, моему сердцу наблюдать за всем этим. Очень нравится, потому что, ну, мамы меня поймут. Больно, когда дети ссорятся между собой, когда нету понимания о том, что кто-то маленький, кто-то большой, то есть, когда они не умеют находить, не умеют находить между собой языка, вот, конечно, это тяжело. А когда они сами себе справляются, мама работает, они сами себе справляются, постоянно там возникают на заднем кадре ноги, ноги, ноги. Это пришли уже взрослые ноги. Это не очень приятно, мама. Я за всем этим наблюдать. Я ему сделаю город. Что, Саша, отделили тебя мы от общей кухни? Ломает и ломает детям, ломает и ломает. Они вот там, смотрите, что строят. Там свет выключен, ведь у них светильник. Томный город ночной. А Саша им ломает и ломает. Вот мы решили этот вопрос. Это сумка. Мы использовали сумку, то, что побыстрее. Это мы собираемся в поездку. Мы ее сюда поставили, подушку перегородили. Можно что-то придумать, просто это быстро-быстро мы сделали на быструю руку. Все, что нашли под рукой. И вот сейчас теперь он будет здесь играться сам. А, старшенький будет играться там. Это ночь. Да, это ночь у тебя. Там я так и поняла, что у тебя ночной город. Это еще один выход. Дети играются конструктором Лего, пытаются как-то отгордить от себя малыша. Сейчас посмотрим, что они придумали. Пожалуйста. Ага. Но я не пойду туда и попал, дедок до меня. Сломать. Ничего, Паша, это будет там. Тут уже будет заборчик маленький. Помнишь? Папа! А что он делает? Паша, а что он делает? Я же корабль. Ну что, согласен? Быстрей дорогу убегай. Ага, убегай, убегай, убегай. И на полу тело. Убегай, убегай, убегай. Так, делаем быстрей заборчик. Сама делай мне на час на заборчик. Хочешь, чтобы Саша упал? Мне не на час на заборчик. Быстрее, Саша. Ой, быстрей. Пали вот так. Так прикольно за ними наблюдать. Он хочет пролезть. Ага, я вас засняла, засняла. Что это вы делаете? Закалкиваем подушке замочек. Замочек? Вы не хотите, чтобы он к вам ползал? Ага, он еще ломает. Саша, ты чего ломаешь? Ты чего игловаешь? Ты видишь, что тебя в клетку садят? Вот так. А если бы не ломал, не садили? Все. Смешно. Захотели его вот сюда посадить, обгородить подушками, чтобы он к ним не лез на конструктор. Уже мне я обгородил. Сама начала ломать его здесь и там. А Клега, скажи, тебе еще нельзя, а Лег конструктор маленький. Правильно они придумали? Правильно придумали. На-на. Хорошо. 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 Поехали. Поехали.